Здравствуйте, дорогие друзья! Рада приветствовать вас на своем канале! Сегодня хочу вам показать, как я притеняю фиалочки и другие мои растения от прямого солнца. Перед вами самое солнечное окно. Здесь целый день, практически с часа дня и до позднего вечера, светит яркое солнце. Как видите на видео, абсолютно никакого солнца нет. Если я сейчас пооткрою, подниму жалюзи, видно, насколько солнышко очень обильно и ярко светит. Вот на таком окошке, отрегулировав жалюзи, я выращиваю такие замечательные фиалочки, которые вы видите. Как же добиться такого, чтобы на солнечных окнах можно было выращивать фиалочки? Самое простое решение, и финансово, и гигиеническое, и экономическое, для меня стала покупка вот таких вот жалюзи. Вот алюминиевые жалюзи. Когда я покупала их, я, конечно, в тот момент не собиралась заниматься фиалками. У меня вот так была своя коллекция небольшая достаточно, и я, в принципе, с успехом ее выращивала на других окнах. Но потом, когда мне пришлось все-таки, вот да, всегда аж хомяк не замолкает, и всегда все хочется больше. И чтобы вместилось как можно больше, я начала подумывать о южных окнах. В принципе, как я неоднократно говорила и показывала, что фиалки не любят пропадание прямых солнечных лучей. Свет должен быть максимально рассеянным и светлым. Так, поэтому мы должны с вами беречь фиалки от солнышка и закрывать. Не имеет значения, это лето, весна, осень, зима, без разницы. Мы должны защищать листья фиалок от жары и от прямого солнечного света. Как пережить жару, я уже сделала ролик, дам ссылку на это. Что бывает, когда на фиалку попадают прямые солнечные лучи, я уже рассказывала, тоже дам ссылку. Ну, а сейчас давайте рассмотрим один из вариантов, когда и как лучше притенять фиалочки. К примеру, вы вот работаете, да, и у вас нет возможности ходить, открывать и закрывать определенного типа жалюзи. Но вы хотите, чтобы у вас фиалочки себя хорошо чувствовали и не пережигались. Поэтому, вот для меня самый лучший вариант, это я, вот уже опыт, вот перед вами жалюзи, им уже лет шесть. Как же все-таки притенять фиалки? Самый лучший вариант, это использование жалюзи. Во-первых, эстетично, красиво. И плюс ко всему, эти жалюзи алюминиевые, вот такие, которые перед вами, они не сильно дорого стоят, но достаточно практичны, потому что их можно снять, их можно помыть, постирать. Можно ими отработать, вот отрегулировать, как освещать. Вот полностью закрыть, меньше прикрыть. Вот я всегда вот эти вот, сами жалюзинки, вот эти, да, вот, я их поднимаю вверх. Потому что, когда вот в таком положении, это на фиалки попадает прямое солнце. Вот, а когда мы поднимаем их вверх, то у нас уже идет рассеянный свет, отраженный от самих жалюзей. И тогда фиалки не пережигаются. Так, теперь, следующий момент, вот почему именно эти жалюзи. Во-первых, я смотрела, интересовалась. Был момент, когда хотела я ролеты купить, вот такие, которые разматываются, да, трепчат. Реально увидела, что случится с жалюзями, да, через три года. Во-первых, ролеты вот этих трепчат, они по краю вот здесь полностью обтрепались. Рассатались по краю ролеты. Цена у них практически одинаковая. Даже, по-моему, те, которые вот разматываются, да, они тканевые, они дороже стоят, чем вот эти алюминиевые. Во-вторых, снять, постирать невозможно, потому что там такая конструкция, они несъемные. В-третьих, снизу вот я видела, что вот просто вот плесень пошла вот по ним, и они не отмываются. Ну, вообще, вида никакого. Вот эти жалюзи прекрасно смываются, они легко моются, снимаются вообще с окна. Можно снять, окунут в ванную, постирать и все. Единственное, конечно, нельзя вот эту веревочку обрывать, обрезать, потому что если там где-то она повреждается, то потом оно не держится, оно рассыпается. Но за столько лет вот использования вообще ни разу не было никаких вот вообще абсолютно нормально, прекрасно работают, показали себя в эксплуатации на ура. Конечно, если нет срез, да, вот, и не получается вот купить жалюзи, то лучше и проще сделать бумагу. Много я видела и слышала, что закрывают, той же тюль используют и так далее. Тюли недостаточно, она недостаточно поглощает свет, да, и в принципе, просто практически считается, что у вас растения стоят просто на окне без защиты. Поэтому, поэтому, чтобы еще раз уберечь фиалочки, можно использовать обыкновенную бумагу. Или перегаментную, или, допустим, если у вас есть какой-нибудь такой плотный, плотная вот бумага, ну, газеты тоже можно использовать, как бы я, в принципе, это эстетика каждого своя. Вот, если человеку не мешает, то можно и газеты. Лучше газеты, чем ничем, понимаете? То есть, вот это вот такой вот нюанс, вот сохранение фиалок, чтобы на них не попадало прямое солнечное, прямой солнечный свет. Так, теперь следующий момент такой интересный. Вот видите, здесь у меня нету деток. Детки все я убираю, они у меня не стоят на окне, потому что детки хуже переносят. Обычно хочется детки поставить, да, поближе вот так, чтобы они вот стояли поближе к окну. Вот здесь, да, хочется детки поставить, чтобы они не падали. Вот этого делать нельзя, потому что детки быстрее перегреваются и пересвечиваются. Их нужно ставить вот или сюда на край, или составлять с окна, вот если жаркая сильно погода, а это однозначно такой вот совет, что если жарко, лучше детки снять с окна, поставить рядом. Так, следующий момент еще немаловажный. Это вот сейчас у нас на улице где-то в районе 27, на днях передают 30, 32 и выше. Вот цветоносцы буду убирать, они быстрее тогда перецветают. В принципе, все цветоносцы, бутончики буду убирать, пересаживать, подготавливать, ну как бы на отдых оставлять, чтобы они себе вот этот период, когда очень жарко, переносили именно в таком состоянии нецветущем. Так, еще один момент, если 30, да, вот жара, все такое, да, и так же самое это касается температуры, там, минус 18 и так далее. Я с фиалки с окна составляю, я их не оставляю на окне, потому что вот даже для своего интереса, вот возьмите и потрогайте вот стекло, когда вот солнце напрямиком светится. Оно просто пошит, вот такое тепло от него огромное, соответственно, и на фиалке это все распространяется. Если все это закрыто вот так вот тюлью, ну, можете представить, что здесь вот получается такой вакуум. Если у вас нет возможности составить на стол, то хотя бы открывайте вот тюль, чтобы шел воздухообмен определенный, да, вот между фиалками и окном, чтобы вот это узкое пространство подоконника не оставалось вот таким запертым, потому что вот органза, тюль из органзы, она абсолютно невоздухопроницаемая. Это капрон, он просто держится, вот, да, тут воздух, нет циркуляции воздуха. Это тоже, тоже немаловажный момент. Жара и морозы сильные, это тот момент, когда нужны фиалки желательно составлять с окна. Пусть они постоят у вас пару дней вот этой жары, даже неделю просто на столе рядышком где-то, в более темном месте. Пусть они немножко поднимутся листочками, лучше так, чем они у вас перегреются и может случиться какая-то проблема с корневой. Ну, это мой личный опыт, конечно, у каждого свой опыт должен быть личный. Также, поэтому послушали, сделали по-своему, а потом сделали выводы и решили, как нужно делать правильнее. В общем-то и все. Спасибо за просмотр. Удачного вам дня!